Полным ходом идет внедрение обязательного социального медицинского страхования. Сумма взноса будет составлять около 17 тысяч тенге в год. Врачи заявляют, что в экстренных случаях медицинская помощь будет оказываться даже без наличия страховки. С 1 июля вступает в действие смешанная система финансирования здравоохранения. Оплачивать медицинское страхование за наемных работников будут их работодатели. За экономически неактивное население осуществлять взносы будет государство. Самозанятые граждане будут производить оплату сами за себя. Сумма взноса медицинского страхования не будет превышать 12 минимальных заработных плат. Человек, который обращается в поликлинику, его проверяют по РПН, его проверяют по ИГОФ, определяют его статус. При обращении в поликлинику достаточно знать ИНН данного пациента. Набирают ИНН, по ИГОФ выходит его статус. Или это выходит работающий человек, за вас оплачивает страховые взносы работодатель. Или же это социально защищенный слой населения, это наши 12 категорий населения, за которые будет оплачивать государство. В 1996 году в Казахстане уже была попытка введения медицинского страхования. Однако из-за неуплаты взносов за неработающее население программу свернули. И для того, чтобы не возникали такие проблемы с самозанятым населением, медики намерены вести особую работу. Если у нас население от 18 до 60, вот сейчас мы выгрузку сделали, это население составляет 45 тысяч населения. В это население 45 тысяч, это работающее население тоже входит. А теперь мы должны из этого населения выбрать самозанятое население, которое не работает, которое непродуктивно самозанятое население и работать с ними. Для того, чтобы с 1 января 2018 года они могли получать бесплатную медицинскую помощь по системе обязательств социально-медицинского страхования. Как заявили медицинские работники, в страховой пакет будут включены такие услуги, как оказание первичной медицинской помощи в любом медицинском учреждении, заключивший контракт с фондом, получение бесплатно лекарственных средств, оказание плановой медицинской помощи и сестринский уход.